башня трампа всем привет подписан наш канал ставьте лайк чикаго сша гуляем продолжаем гулять по красивому городу я даже не знаю что чикаго такой интересный город из-за того что здесь есть вода и много парков в этом смысле он даже интереснее чем нью-йорк получается конечно у нью-йорке есть свои съесть своя изюминка букингентский фонтан неработающий я тут какой-то небоскреб из которого хороший вид моему там за этим красным зданием открывается скреб мы сейчас мы идем к набережной посмотрим набережную чиквянского узи кстати здесь центр чикаго в парке как не обойтись без детских горок детский парк смотрите он интересно там какой-то корабль что ли что стоит достаточно большой что подходить не будет уже когда здесь мимо там будем летом наверное тогда уже там вам покажем рассказывал тоже вот такое интересное место здесь такая лечушка идет там башня трампа или залив он впадает мичиганскую мичиганское озеро вот сейчас вот я иду место на лучше идти в ту сторону чтобы было видно вот эти вот небоскребы ходить в ту сторону и буду вам сейчас доносить потому что если бы люди как-то не сплочались не объединялись то не было бы вот этой красоты кто-то конечно считает что это индустрии это все плохо но это искусство так или иначе природа что-то создает а человек это природный человек и все здания все что здесь это все все из-под земли все из природы сделано это радует глаз это разноображивает наше наше мировоззрение конечно в городе много всего плохого но есть много всего хорошего как посмотреть на это все дело как вы считаете напишите в комментариях хорошо парк нельзя алкоголь пить и скурить нельзя есть места которые ограничивают человека ну вот ограничивают кого-то наоборот управляют правильное русло почему бы не дать людям возможность путешествовать по всему миру можно путешествовать сидя на диване у телевизора и кому-то это нормально а может быть и нет просто люди привыкли так потому что дальше сложно дальше страшно когда ничего то не знаешь страшно допустим если вы ездите на машине к примеру в маленьком городке или в деревне и вы никогда не были в городском трафике и вы приезжаете в город даже если вы супер хороший водитель то вы будете в шоке вы будете очень бояться потому что машины туда-сюда передвигаются сигналит огни столько всего столько движения и вы будете потеряны и будете бояться и может быть больше никогда не поедете в город но кстати туристический автобус big bass чикаго едет мичиган авеню одна из основных авеню в этом городе который идет вдоль мичиганского озера сейчас по ней прогуляемся вверх только надо подняться подписывайтесь наш канал ставьте лайк пишите комментарии всем пока вот как интересно оказывается это парковка первые наверное сколько 20 этажей круговая такая парковочка виды чикаго смотрите в чикаго это популярно опять из нержавеющей стали листы только не шлифованы а вот парковка яхт ресторанчик и вот это вот круговая парковка которым круговое здание дальше идет интересно очень красиво и необычно интересный ресторанчик красный кирпич и черный металл дерево лето скорее всего стоят столики на этих иран очках красиво вид особенно вечером когда все посвечивается интересное чикаго здесь очень много метро над над землей на поверхности земли едешь как экскурсию проводишь классно еще что строится новое здание современный все в стекле красиво небольшая новость не очень хорошая смотрите вода поднимается как вот так вот поднимается какая новость то что у меня садится батарейки нужно мне искать место чтобы зарядить телефон поэтому часть того что увижу я вы не увидите к сожалению но в следующий раз еще будем чикаго не раз так что покажем вам чикаго с других сторон летом это все зеленое и много народу поворот речки и все стеклянные здания здесь вот еще все еще интересного как все эти железные мосты до озера они все подъемные вот увидел этот подъемный мост какой гигант а вот эти все мосты они посередине открываются ну вот немножко я поделился красотами чикаго если что спасибо за просмотр ставьте лайк подписывайся на канал пишите свои комментарии дится батарейка но это потрясающе просто на улице смотрите какие как выполнено на украшение идешь по улице такое украшению как так как может быть красиво просто вокзал самая высокое здание чикаго я вот там фиде наверху такие выступы это вот такие вот прозрачные стекла вон рекламы 20 долларов стоит в общем-то да на эти стекла сходить вот еще один вид еще одна улица это мэдисон все эти улицы идут по озеру мучега а это оперный театр опера чикаго старое здание как-то обязательно сходим вот это маленькие улицы чикаго эти жилые дома друг другу смотрят расстояние пару тройку метров интересно в чикаго зимой сейчас время 3.15 минут в 4.30 уже темно становится и вот в 4.15 уже загорелись некоторые некоторые огоньки очень интересно вот еще какое-то красивое здание с разных улиц чикаго разные разные виды на город вот тоже еще несколько видов вам видео тут очень классно когда современные стеклянные здания сочетаются с вот такими вот историческими кирпичным кирпичным черным металлом черным деревом покрашен вот так вот здесь ходит метро над над дорогой получается и метролиния это тоже чикаго тоже даунтаун но есть вот небольшие здания здесь здесь все собираются что-то строить все одна улица там какой-то монумент он сейчас вдалеке старый какой-то билдинг еще высокий но старый так же в чикаго есть крутейший ресторан и вот рока это японский ресторан симфуд стейкс и суши роллы но видно что он крутой там все прям очень круто и вы знаете цены самое дорого года я посмотрел 39 долларов самое дорого которое донесет суши роллы от 5 от 5 долларов до 12 долларов самое дорогое вот он у меня музея такие вот здесь цены это не просто ресторан это какой-то модный какой-то такой фирменный ресторан где все чистенько аккуратненько бокалочки там все-все-все вот такие сцены еще одни виды это я подошел сзади башни трампа это черное здание старое здание еще остались отель чикаго интересно сколько вы здесь люди смотрят зонтиками взгляд на пару грамм все же темнеет заберемся аганьте немножко идем дальше ну что друзья можно сказать чикаго чикаго очень такой симпатичный город но именно даунтаун чикаго конечно потому что пригород чикаго он обычный как и все города ну даунтаун благодаря не множество но нескольких вот таких вот речушек по которым можно прокатиться и всяким разным зданием небоскребом старым и новым стеклянным которые вот там находятся и разбавлены в центре города он чейс чикаго мне понравился этот город еще будет вечер сейчас будет темно и он будет гореть ночными огнями тоже немножко будет видео ждите но это явно понятно где мы находимся чикаго чейс это скорее всего какой-то театр о, чикаго тур мы сегодня видим мы уже все вечером закончим вечер воскресенье да это театр это театр чикаго это чикаго театр это чикаго это чикаго все осталось после нового года это чикаго кто-то поет старинные часы ну переходит на красный в порядке вещей и начинает взлетится чикаго вот еще новогодний чикаго деревья больше не конечно измерять измерять отсвечиваться здесь вот торговые центры пошли красивая подсветка деревьев с торговыми центрами улица торговых центров одни торговые центры по бокам разные магазинчики и до самого крупного центра water store называется сейчас мы до него дойдем тут парень оказывается тут фигачит а я думал это музыка какая-то ничего его ему разрешают нормально стоит играет кто хочет тут играет в общем громко так магазин дисней базлайт и вуди смотрите как они набрали популярность с годами не уходит популярность сказочный магазин диснея замок принцессы это маленькая крепость здесь очередной музей вот мотер палас в этом магазин диск то есть я вот уже красивая елка магазин сладостей ресторан сладостей а вот он чикаго с пирса здесь есть такой пирс выходит он в озеро мичиган так интересно в чикаго здесь вот этот пирс здесь не надо ни на какой другой берег ехать просто выходишь на пирс и очень хорошо виден даунтаун красиво здесь вот такие классные кафешки называется river не подсвечивается все полностью river с видом на даунтаун чикаго вот на нави пирс нави пирс в чикаго есть вот такое колесо обозрения классно обязательно вытащим на нем прокатимся красивая лестница с подсветкой и вид на даунтаун чикаго мичиган лейк красота да и только кстати прокатиться на колесе обозрения стоит в принципе все 18 долларов не так уж и дорого еще здесь на нави пирсе есть классный ботанический сад можно прогуляться но тоже вход платный по моему что-то по моему 15 долларов точно не помню а вот можно посмотреть отсюда то есть частичка тропиков в самом центре чикаго и вот отсюда еще большое колесо обозрения всем привет мы быстренько транспортировались из холодного чикаго жаркие тропики таиланда вот так вот благодаря интернету и современным технологиям маркетинга и автоматизации бизнес но всем привет подписывайтесь на наш канал ставьте лайк это новое видео продолжение прогулки по чикаго дело в том что чикаго есть такой ботанический сад но это не ботанический сад это просто часть видимо вот на нави пирсе есть такое место где создан микроклимат и растут пальмы разные растения тропические все реально растет действительно как она есть что это такое наверное фонтанчики включаются или рыбкой что непонятно ну вот такое классное место здесь можно поснимать видосы попасть в центре чикаго в тропический тропический климат но при этом здесь не жарко как бы температура поддерживается достаточно комфортно невлажно не душно так что вот так вот интересно здесь чикаго все сделано не очень нравится вам напишите в комментариях как он какая-то лазилка из детская что ли получается игровая зона какой-то интересно музей детский ну что друзья как вам моя серия видео про чикаго еще будут огромное количество видео про чикаго следующий выпуск а впереди поэтому что мы поедем летом семьей поездим по америке самым интересным местам сша напишите в комментариях разве не красиво погуляться про набережной где такая подсветка деревьев зданий одно удовольствие особенно когда тепло конечно весна лето 8 зимой конечно немножко прохладно но тем не менее красиво правда ведь напишите в комментариях кому нравится вот еще в чикаго так интересно здесь много где если такой подземный мир и много где под основным улицами и зданиями вот такие вот подвалы то есть в этих же подвалах и поезда ходят дальнего направления метро то есть они все приходят центре чикаго но наверху их не видно они все под землей в таких вот местах много парковок причем они не закрыты они частично открыты то есть я могу сейчас там просвечивает улица периодически есть просвет очень интересно даже целая закрытая улица с светофорами а вот просвет верхнего этажа вон там даже мозг есть подземный ниже ниже первого уровня есть второй уровень из первого есть нулевой кто-то живет более интересно а вот там смотрите видите этот уровень низкий а вот там первый уровень основной там все основные улицы небоскребы вся тусовка а это подземный подземный уровень опачки реально большие улицы прямо по ходу дела огромный целый город под землей в чикаго и можно есть лестнике периодически можно вон лестнику можно выйти на основной уровень и можно спуститься в подземелье здесь дороги и парковки вышли из подземелья сейчас мы в красоте и все светится здесь все красиво а под этими зданиями вот этой дорогой еще дорога и парковки старбакс уже стоит поезд и так интересно что вечер открывают только первые вагоны все остальные просто закрыты тут они пускают людей очень интересно сделано